Три документа были подписаны в Уфе в ходе визита официальной делегации Казахстана. Это дорожная карта по развитию сотрудничества между двумя республиками. Меморандум о взаимопонимании в области развития трансграничных центров. И дорожная карта о сотрудничестве между Стерлитамаком и казахским городом Уральск. Гости из Казахстана посетили Центр управления регионом. Там и прошло обсуждение разных сторон сотрудничества между республиками. Этот визит стал продолжением рабочей программы, начало которой положено в ходе недавней поездки делегации Башкортостана в Нур-Султан. И будем теперь работать над реализацией наших договоренностей. Прежде всего, имею в виду организацию поставок промышленного оборудования, продукции сельскохозяйства, пищевой промышленности, сельхозтехники, создание совместных высокотехнологических производств, развитие логистических центров. В казахской стороне в перспективе интересно развитие совместных проектов в сфере переработки газа и логистических центров, рассказал на встречу руководитель Западно-Казахстанской области. В этом регионе через пять лет добыча газа составит 26 миллиардов кубометров, что делает актуальной глубокую переработку этого вида топлива. Также интересен для этого региона проект крупной контейнерно-перевалочной базы для дальних грузов. И по грузопотоку 26% грузовых машин проходит именно через Западно-Казахстанскую область сейчас, в сторону России. И тоже есть перспектива, потому что у нас почти 56% фур идут порожнями обратно. То есть везут в сторону Китая, Азии и грузы обратно идут порожнями. Поэтому я считаю, что контейнерная перевалочная база, конечно, было бы интересно. В перспективе может быть реализован комплексный инвестпроект «Евразийский экономический центр» с центром в Башкортостане. Он позволит объединить конкурентные преимущества региона в одну цепочку – от добычи сырья до выпуска продукции с высоким переделом.